Просили обзор на Блади? Получите! Здравствуйте, с вами Арсен и сегодня у нас в обзоре мышь Блади А9. Открыв коробку мы нашли карточку с веб-адресом, две фирменные наклейки, ну и саму мышь. Вкратце расскажу о Блади. Многие считают, что Блади это фирма полноценная, которая производит игровые девайсы, мышки, клавиатуры. На самом деле не так. Блади это серия, разработанная компанией Afatec. Ну это как G-серия у Agitec. Как много тег. В общем, кто не видел обзор на мышь у Agitec G502, ссылка будет в описании. Пока я писал обзор на эту мышь, у меня в голове крутилась одна мысль. То, что мышь-то читерская. Раз начал, давайте об этом поподробнее. В общем, для тех, кто впервые сталкивается с серией Блади, или для непосвященных, объясню вкратце, что эта серия и ее предшественница X7 сделаны в основном для шутеров. С помощью спецпрограммы можно настраивать или вовсе убирать отдачу оружия. Короче, для любителей пострелять это будет очень занятной игрушкой. Но не забывайте, что такого рода настройки мыши запрещены на соревнованиях, на турнирах и даже в некоторых играх. Короче, играйте честно. В плане дизайна мышь серии Блади как одна. Цвета почти везде красно-черные, только формы мышей меняются. Ну и начинка тут. DPI повысить, там другой сенсор поставить. В общем, стабильность. А с другой стороны, зачем что-то менять, если все неплохо работает? Именно этим, наверное, и руководствуются ребята из Afotec. В этой модели под ладонью вот такая вот приятная подсветка. Красиво, мне напоминает корни дерева. Так вот, кнопок здесь восемь. И на двумя основными, ну и двумя крайними установлены переключатели Amron. На главных кнопках резиновые накладки, как в принципе и на колесике. Оно здесь тоже прорезинено и немного ушло вовнутрь мыши по сравнению с предыдущими версиями. За колесиком еще три пресета N1 и 3. Ну и две боковые кнопки с левого края. Они, кстати, достаточно большие, что очень хорошо. Им вы тоже найдете применение, если скачать специальную программу. Кабелю уделить достаточно внимания. Он в тканевой оплетке, длина его 1,80 м и вроде как защищен от перегибов. Ну и нельзя не сказать о главном. О сенсоре. Установлен здесь оптический, а вага на 4000 dpi, что вполне хватит любительно пострелять. Также в мыши есть встроенная память на 160 кБ, на которую вы сможете сохранять макросы. Кстати, над ней есть металлические ножки. Как заявляют разработчики, ножки могут пройти около 300 км. И только потом якобы появятся какие-то проблемы с тем, что ножки начнут стираться. Отдельно ножки тоже выпускаются, так что можно в случае чего докупить. Ну и в завершении хотелось бы сказать, в какую бы вы игру не играли, главное играйте честно. Ну а с вами был Арсен. Подписывайтесь на наши социальные сети, они будут в описании. Оставляйте в комментариях, на что нам сделать следующий обзор. А на этом у меня все. Счастливо! Продолжение следует...